Любите ли вы открытые финалы так, как люблю их я? Вот только представьте себе, герой прошел огромный путь, был неоднократно на волосок от смерти, вот у него остаются уже последние считанные шаги, и вдруг режиссер такой... Всегда же круто, да? Ну или нет, звучит так себе. Но сегодня в новом выпуске Говорильни у меня уж очень сильно запекло поговорить про открытые финалы, потому что я давно хотел сделать такое видео, и для себя кое-что уяснить, разобраться. У меня давно была эта теория, которую я хотел кому-то рассказать, поделиться, и вот сейчас вы ее послушаете, я ее расскажу, мы пообщаемся в комментариях, что-то друг для друга уясним. Так что сегодня перетрем за самые известные открытые финалы последних лет, какими они бывают, какой в них смысл, и, собственно говоря, как вообще открытые финалы закрывают историю. А меня зовут Петр, и погнали! Так, ну, по классике, чтобы прийти к финалу, нужно, собственно говоря, где-то начать, где начали сами открытые финалы, ответ простой в литературе. Литература породила этот прием задолго до того, как появилось кино, да и, в принципе, задолго до того, как появилась фотография или любой другой вариант фиксации реальности, даже вполне возможно толковая письменность. Например, вы стопудово слышали о таких ребятах, как Ахилл и Гектор, о таком местечке, как Трое, а древние греки начали складывать легенды о них задолго до того, как начали писать пером по бумаге. Они делали это ртом и вслух. И технически я не совсем уверен, что это можно стопроцентно отнести к сегодняшней теме, но Ильяда, старейший памятник древнегреческой литературы, который рассказывает про последние месяцы осады Трой, а Трой это Илеон, отсюда Ильяда, и вот он не заканчивается взятием Трои. Хотя этого стоило бы ожидать от произведения, названного в честь Трои. Поэма на самом деле заканчивается тем, что Ахилл убивает Гектора, потом отдает его тело отцу, Гектора хоронят, титры, воображаемые. А как же Троянский конь? Как же смерть Ахилла от стрелы в пятку? Это все будет где-то в других поэмах, в других произведениях, и на самом деле это скорее чем-то напоминает фильм Сталинград. Назвали в честь города, где проходили самые страшные и масштабные сражения, а рассказали про локальную историю, но с другой стороны, такое построение сюжета очень похоже на те финалы, которые мы разберем в первом пункте нашей сегодняшней своеобразной классификации. Один. Про главное уже рассказали, просто ты не понимал, что это главное. Илиада начинается со следующих слов. Гнев богини Воспоя Хиллеса. Поэма рассказывает о том, как он разозлился, как это произошло, к чему все это привело, чем, собственно говоря, закончилось для некоторых других героев, и заканчивается само произведение в тот момент, когда его гнев сходит на нет. И вот это довольно топорный пример того, о чем мы сейчас будем говорить в этом пункте, о каких финалах, то есть нас в самом начале Илиады предупредили, о чем будет эта история. Мы ее слушали, и все равно подсознательно в конце ждали, что тут возьмут, собственно говоря, Илион, Трою, а ее не взяли, и это фактически открытый финал. На деле мы просто ждали не того. Самые известные и классические открытые концовки делают примерно то же самое, только не кричат об этом. Окей, давайте на примере, самым очевидным, вы сразу, вы открыли это видео, вы знали, что оно тут будет, начало. Да, кстати, в этом видео берегитесь спойлеров, мы будем реально раскрывать суть концовок, хотя, по большому счету, в момент, когда вы услышите название фильма, это уже и есть спойлер. Это каноничный открытый финал, Ди Капрю с детьми, волчок крутится у нас на глазах, но так и не упадет, потому что титры. В этот момент первая реакция любого зрителя, «Эх! Вы что?» Но на самом деле про главное уже рассказали, просто мы не понимали, что это главное. Сейчас-то мы уже все знаем, где главное в начале, про что оно, где спрятаны все эти подсказки, указывающие на, собственно говоря, тему фильма. Если вы не знаете, можете посмотреть вот здесь, у нас есть целое видео, прямо посреди этого отклеившегося постера. Вкратце, мы думали, что фильм про то, в реальности ли главный герой, или во сне, и где с ним происходит этот финал. На деле начало было про то, как Ди Капрю хочет воссоединиться с детьми и готов пойти на все ради этого. Как об этом можно было догадаться? Ну, например, послушать, что он сам говорит. Я должен вернуться домой. Это все, что меня волнует. Я сделал это, чтобы вернуться к своим детям. Ты же знаешь, что я должен вернуться к нашим детям. Кино рассказывало про то, как герой хочет вернуться к детям, делает для этого всевозможное, возвращается, и вопросы реальности и нереальности его уже не интересуют. Но они интересуют нас! Мы-то думали, что это главное. Что в итоге с волчком? Оно стоит или он упадет? И вот тут есть один любопытный момент, который будет играть очень большую роль в этом пункте, ну и, в принципе, во многих открытых финалах, который звучит примерно так. Не имеет значения. Во сне коп или в реальности? Не имеет значения. Его главная цель выполнена. Взяли греки трое или нет? Не имеет значения. История была про гнев Ахилла. Что будет с Онегином и Лариной после финального диалога? Не имеет значения. История прошла круг. Для любви шанса нет. Да, это, кстати, тоже литература. Написана она 200 лет назад, а принципы до сих пор те же. Еще несколько примеров. Тут же залечь на дно в брюге. Мы думаем, что это фильм про то, выживет ли герой Колина Фаррелла или нет. На самом деле, это кино про то, захочет ли он выживать или нет. В начале сюжета он в глубокой депрессии из-за того, что случайно убил ребенка, и он не может себя простить. Он считает, что для него на этом все кончено. Из-за этого он не чувствует, что может продолжать жить. В середине он даже решается на самоубийство. Правда, не сложилось из-за сюжетной коллизии. И в финале его выводят на скорой после нескольких серьезных ранений. А мы сидим и гадаем, выживет или нет. Но знаете что? Не имеет значения. Очень жестко. Нам очень нужно это знать. Мы же за него переживали. И это открытый финал его жизни. А вот главная ветка фильма закрыта, причем довольно громко, прямо тут же. Я очень надеялся, что не умру. Я очень, очень надеялся, что не умру. Герой отчетливо в голос говорит, что он снова хочет жить. Он хочет двигаться дальше. Именно это и есть настоящий финал. Депрессия и желание покончить с собой сменились надеждой на жизнь. Ну, или хотя бы на смертней в брюке. В последнем монологе он еще и говорит о планах на будущее. Так что еще раз про главное рассказали. Просто мы думали, что главное другое. Точно так же работает и другой проект Мартина Макдонаха. Три билборда. Причем в нем это даже как-то нарочито выделено. В сценарии есть три ветки, которые можно более-менее выделить как главные. Расследование убийства дочери Милдред Хейс, цепочка конфликтов из-за билбордов и душевное состояние главной героини. И кино на самом деле практически в любой свой момент очень сильно сконцентрировано именно на последних двух. И даже при этом до конца зрители ждут развязки и в первой линии. А Макдонах даже поддразнивает всех эпизодам, в котором сперва находят убийцу, а потом оказывается, что это не он. Но давайте по-честному. Если бы это был детектив о поисках убийцы, сюжет бы выстраивался совершенно иначе. Была бы сцена экспозиции семьи, потом бы шла сцена ссоры из середины, потом убийство, потом детективы на месте преступления горе матери, долгие безуспешные попытки выйти на след, и только потом, через часа полтора, билборды. А после них та же самая развязка, что и тут, только Сэм Роквелл бы нашел реального убийцу и все относительно счастливы. Вот такими были бы детективные билборды, но в реальности это драма, причем авторская. Главная ветка истории о том, как горе и гнев Милдред, который она не может пережить, выплескиваются наружу через билборды. Под огнем оказывается, в общем-то, неплохой человек, что возмущает других жителей города, что вызывает новую ответную реакцию героини, что вызывает более ожесточенную реакцию, что вызывает еще более ожесточенную реакцию, и насилие доходит до порога реальных физических увечий, когда вдруг ветка замыкается моралью, которую осознает и сам персонаж. Происходит это в следующей сцене, причем все довольно неприкрыто, проговаривают буквально вот вслух. Весь этот гнев, на днях Пенелопа сказала мне, что он порождает еще больше гнев. И на всякий случай делают это трижды. Да. Порождает еще больше гнев. Гнев порождает гнев. И вот это и мораль истории, и развязка ветки с билбордами. Злость героини не привела ни к какому конструктиву. Она лишь порождала все большую и большую злость раз за разом, и только остановившись от очередного выплеска эмоций в этой сцене, она находит успокоение. Кстати, как ни странно, в этом же эпизоде располагается и кульминация линии душевного состояния Милдред, когда ее прожаривает Тирион версии 2К18. Ну а ты-то кто такая? Дамочка с билбордами, которая не улыбается? Никому и слова доброго не скажет. И в этот момент ты начинаешь вспоминать, а действительно она вообще улыбалась в этом фильме? Вообще, я вот сейчас думаю, мне кажется, что это поистине гениальная сцена. Тут проговаривают вслух диагноз героини, трижды произносят мораль, сдают сюжетный поворот, дают саспенса, и все это сдобрено трагикомедией так, что тут нет ни ощущения перегруженности, ни перепафощенности. 10 из 10, ей богу. Но мы отвлеклись. Ветка гнева закрыта, а в самом конце, когда герои едут то ли убивать, то ли не убивать негодяя, Милдред впервые за фильм улыбается, завершая и эту ветку. Так что финал настоящих главных сюжетных линий на месте. А вот история с расследованием остается открытой, но о ней ли было кино? Нет. Ну и последний добавочный пример. Нечто. Выжил ли монстр, и это Чайлдс, или монстр не выжил, или монстр где-то еще? В финале это уже не важно, потому что и сам режиссер Джон Карпентер говорил, что кино не о монстре, а о паранойе, из-за которой главный герой не готов довериться другому человеку, и обрекает и себя, и его, наверное, смерть. А уж среди ли них монстр, или не среди них, выжил ли он, это не имеет значения. Вообще, вот это мой любимый тип открытых финалов, потому что в них все есть, ты можешь об этом догадаться, нужно попотеть, но это не то место, где тебе нужно прямо... Просто все было сделано по классическому приему. Мы следили за ассистенткой, а фокусник сделал свое дело. Но есть и истории, где все не так очевидно. Два. Я рассказал, что хотел. Финал за тобой. Главное отличие вот этой версии открытого финала в том, что к ней уже не так хорошо цепляется формула, не имеет значения. Потому что вещи, которые тут оставляют за кадром, как раз довольно важны. Но почему их тогда не договаривают, давайте разберемся на примере, и это будет фильм Бёрдман. В концовке главный герой стреляет себе в голову, но каким-то образом выживает, лишаясь всего лишь носа. Ему приделывают новый, но затем в самой последней сцене он выходит в окно. К окну позже подбегает его дочь, шарит глазами по земле, а затем поднимает голову в небо и смеется. Есть вопросы? Много вопросов. Но главный... Что, мать его, только что произошло? Есть три главных версии, которые я встречал. Первая. Главный герой совершил вторую попытку самоубийства, разбился, а дочь увидела его взлетевший дух. Вторая. Главный герой все-таки Бёрдман и умеет летать. Третья. Режиссер Элехандро Гонсалес-Иньориту просто издевается над нами, потому что оригинальное литературное произведение кончалось самоубийством на сцене, а тут герой нелепо выживает, пародируя нереалистичные голливудские хэппи-энды. Ну вот интересный факт. История выглядит цельной и законченной, даже без ответа на этот вопрос. Вам не нужно знать, выжил ли Риган, чтобы понять драму его карьеры и его развития как персонажа. При этом и сказать, что финал уже не имеет значения, нельзя. Он уж слишком провоцирующий, и поискать подсказки, подсвечивающие реальный смысл, тоже не выйдет. Их нет. И вот тут как раз и появляется вот эта формула. Создатель рассказал историю, которую хотел рассказать. Концовка важна, но выбор в ней остается за тобой. На руках несколько вариантов, и только ты сам для себя решаешь, что значил финал. Еще один авторский шедевр последних лет, который проворачивает это даже более явно, лобстер. Если вкратце, фильм рассказывает про мир, где главный герой обязан на ком-то жениться, кого-то полюбить, иначе его превратят в животное и упекут в лес. Но можно сбежать из этого мира и присоединиться к группе отшельников-партизанов, которые напрочь запрещают любовь. Там тебя будут жестоко увечить за любое проявление любви. Такой вот прекрасный выбор. За время фильма герой Колина Фаррелла успевает побывать и среди тех, кто обязан любить друг друга, и среди тех, кто обязан не любить друг друга, и от обоих групп бежит. Во второй раз вместе с персонажем Рэйчел Вайс. Есть только одна проблема. В ходе сюжета она потеряла зрение, и теперь, чтобы остаться с ней в этом жутком мире, по законам, он должен лишить зрения себя. Они сидят в ресторане, он берет столовый нож, идет в туалет, целится им в глаз, думает, сомневается, в этот момент она ждет его в зале, и... титры. С одной стороны, понятно, что история Лобстера уже рассказана он об одиночестве, о природе любви, о сильно утрированном желании любого общества заставить всех жить по одинаковым правилам. С другой, главный герой как раз и выступал проводником всех этих идей и ситуаций, и его судьба имеет для нас значения. Но мастерский открытый финал здесь переносит бремя решения на зрителя. В обычной концовке нам остается лишь согласиться или не согласиться с решением персонажа. Тут же мы его не знаем, и поэтому ставим себя в его положение, чтобы понять, а что бы сделал я? Сбежал бы и бросил любовь, чтобы не оставаться слепым, или предпочел бы стать инвалидом, но не одиноким? Вариантов всего два, но главная история уже рассказана, мы уже поняли, про что это, а значит, нам всего лишь остается прочувствовать на себе эту ситуацию, внедриться в шкуру персонажа, понять, что бы сделал я, и это просто помогает глубже прочувствовать идею фильма, потому что ты, ну, как бы, глубже внедряешься в персонажа. По сути, в этой формуле в конце нам обычно предлагают несколько вариантов, несколько опций, так, так или так, и ты уже сам решаешь, что, собственно говоря, из этого твой финал. Но есть и еще более открытые варианты. Три. Подсказки разбросаны, сиди и собирай. О, это одна из самых популярных фишек артхауса. Наполнить картину символами, скрытыми намеками, необъясненными цепочками событий, и оставить все это без внятной концовки, оборвав самый неожиданный момент. Но при этом, если постараться, попотеть, смысл оттуда вытянуть все-таки можно. Правда, вероятно, для каждого он может получиться свой, но он там определенно заложен. И да, если что, этим этот вариант отличается от того, который мы сегодня не будем разбирать, просто претенциозных, тупых, оборванных финалов. Примеры. Самые классические фильмы Дэвида Линча, но я не эксперт, чтобы о них говорить, а из более современного и понятного враг Дани Вильнёва. Те, кто смотрел врага, наверняка помнят свои ощущения от концовки. Они выражались буквально в двух буквах. Чё? Чё? Но потом, после пары часов, дней, или даже недель бомбежа, отходишь, лезешь в интернет за объяснениями, и тебе там грамотно выстраивают из раскиданных символов готовую цепочку с трактовкой, из которой уже и вытекает, что финал действительно логично завершает историю, потому что Джилленхол проигрывает внутреннюю борьбу, заходит на новый цикл лжи и окончательно уезжает кукухой. Я не буду вдаваться в детали, ссылочку на трактовку оставлю внизу в описании, можете там всё посмотреть. Есть и более известное и культовое кино того же типа, это, например, Космическая Одиссея 2001 год. Её концовку мы подробно разбирали вот во всплывшем видео, и помимо того, что это просто каноничный пример выноса мозга для зрителя, это ещё и хитро продуманное кино со смыслом, над которым нужно прилично попотеть. Эта категория открытых финалов в целом отличается тем, что они как раз довольно логично закрывают историю, просто вы часто не то, что не понимаете, какая ветка главная, вы можете вообще не отдуплять, что происходит на экране, а главная мыслительная работа начинается уже как раз вот, когда титры идут. Причём, что меня всё время забавляет, в таких фильмах, в них вы можете даже переработать и придумать совершенно новое кино, с совершенно новыми смыслами, которые возникли в лично вашей трактовке, потому что вы как-то вот так вот всё это придумали, но что-то в любом случае финал в трактовке, значит, будет. Да и вообще, маэстро оставлять всё на зрителя Дэвид Линч как-то сказал, человек может понять гораздо больше, чем ему кажется, просто иногда он не в состоянии передать это понимание словами, всё объясняет интуиция. По-моему, исчерпывающе. 4. Финал очевиден. Есть смысл его показывать? И последняя значимая вариация открытого финала, это довольно условно открытый финал. Его очень хорошо иллюстрирует французский ужастик «Граница». Вы, скорее всего, не слышали про это кино, я не уверен, что хотите когда-нибудь про него услышать или посмотреть, если вы не любите бассейны крови, но оно очень подходит в тему именно вот этого варианта. Вкратце представьте себе такую жуткую ситуацию. К власти в стране пришли радикальные неонацисты. Это вызывает социальное бурление. Главная героиня арабская мусульманка с группой друзей совершает мелкое ограбление, укрывается в придорожном отеле и собирается валить из страны. Но отель внезапно оказывается убежищем нацистов-садистов ещё со времён Второй мировой. Само собой, более-менее всех главных героев вырезают довольно жестоко, но и злодеев тоже довольно жестоко вырезают. В живых остаются только главная героиня и один поехавший свидетель. Героиня всё-таки пытается свалить из страны. Она едет к границе, а там её тормозят копы, она выходит из машины, поднимает руки, конец фильма. С одной стороны, финал открытый, мы не знаем, что произойдёт. С другой, так ли уж мы не знаем. Она вся в крови, объяснить это будет непросто. Буквально позади неё отель, где куча трупов и всего лишь один поехавший свидетель, которому не поверят, а ещё она арабская мусульманка в стране, где к власти пришли неонацисты. Всё довольно плохо, я бы, если честно, на неё не ставил. Но то, что всё будет наверняка плохо, нам не показывают. Зачем, если более-менее всё очевидно, только наши самые оптимистичные надежды могут это отрицать. Кстати, если помните, примерно так же заканчивается первый пункт назначения. Там все герои не умирают, но в последнюю секунду становится понятно, что им всем тренда. Но это довольно типичные хорроровые концовки, а такой финал может встретиться и в более умном и сложном фильме, например, в исчезнувшей Дэвида Финчера. В самом конце криповая семейка воссоединяется, а чтобы Бен Аффлек не смог никуда дёрнуться, его жена каким-то образом беременеет. И их тут же фиксирует телевидение, рассказывая, какие же они умницы и счастливчики, что есть друг у друга. В финале можно строить много теорий, его это ребёнок или не его, уйдёт он или не уйдёт, будут ли ещё какие-то фортили от неё. Но на деле обманывать себя нет смысла. Финал фиксирует их в состоянии на годы вперёд. Они под лупой общественного интереса уйти кому-либо, совершить социальное самоубийство. Жена тоже уже никогда не сможет провернуть свои любимые трюки. Слишком на тоненького сработало в последний раз и теперь всё будут изучать до деталей. Да и с ребёнком далеко не уйдёшь. Чей ребёнок? Так ли уж это важно? Но, во всяком случае, я точно не завидую его детству. Ну и последний пункт на сегодня, но уже, откровенно говоря, не такой значимый. 5. Просто, чтобы прикольно было. Я очень долго пытался понять, к какому из этих пунктов относятся, например, карты деньги два ствола и понял, что их легче вынести в отдельный, это открытые комедийные финалы. Вы их видели довольно часто. Это когда в конце герой вытворяет какую-то дикую дичь, очень смешную, и чтобы шутка была ещё смешнее, фильм просто неожиданно обрывается. Вот, такая вот получилась классификация. Ещё пара слов о тех, кто сюда не вошёл. Мы сюда не стали включать открытые концовки франшизных фильмов, потому что в их случаях это, как правило, обычные клиффхенгеры на следующую часть, это не так интересно. Да и вообще, если заходить далеко и разводить демагогию, открытым финалом можно назвать практически что угодно. Нам же редко показывают, да, как герой жил-поживал, добра наживал, дожил до 90 лет и умер в кровати, а всё, что не вот такой финал, это открытый финал, потому что мы же не знаем, что будет с героем дальше. А, ну ещё вот, когда титрами в конце выводят, типа, жил до 100 каких-то лет, ну вот как в следующем видео. В общем, пишите, что думаете про это вы, может быть, мы какие-то открытые финалы упустили, а они не ложатся в нашу трактовку, в нашу теорию, обсудим в комментариях, что-то, может быть, да, да придумаем, да изобретём. Ну и лайки бахните, не забудьте про лайки, они очень важны, мы понимаем, что вам нравится эта рубрика, если вы хотите, чтобы говорильня жила, там должно быть много лайков, ну и подписку, если вы каким-то образом сюда забрели без подписки, а пока, пока. Что сказать в конце? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok